всем привет ну что давайте немного поговорим и конечно же как всегда затронем самые интересные темы связанные с игрой war thunder ну и первая тема это задрот марафон очень многим он не понравился говорят что худший задрот марафон за всю историю тундры ну и давайте немножко подумаем где просер улитки а где ца-шечка не смогла не смогла в мозг ну и основная претензия к тундре это то что сами эти детальки до которые нужны для крафта техники они выпадают рандомно то есть два игрока с одинаковым скиллом с одинаковыми боями до по эффективности могут закончить сбор той же самой меркалы в разное время вот реальная ситуация у меня один друг закончил уже сборку до меркалы а другому нужно было ждать три дня две детальки которые никак не могли выпасть то есть два дня он ждал при том что у него одинаковые бои как у другого но тому челик выпала меркала на три дня раньше но получилось ее собрать короче полный рандом зачем это сделано ну понятно чтобы вне зависимости от твоего скилла твоего какого-то от каких-то твоих умений в игре ты все равно рано или поздно зашел в биржу ну по крайней мере такое количество игроков было больше если бы все было легко собирать и как когда-то раньше когда были какие-то задания полностью понятная да то есть не нужно было ждать выпадание деталек там было написано допустим ты там сбил такое количество фрагов за день захватил такое количество . ты получил там одну степень отличия в итоге ты на собирал там всем степени отличия и подкрыл какую-то технику то есть раньше вот эти самые марафон они были намного проще получить вот эту технику было легче по крайней мере более понятно это все можно было сделать и не так уж влияло на итог счет везения понятно улитки интересно биржа понятно улитки интересно чтобы кто-то заходил не мог выдержать что кому-то там выпало это меркава и покупал в итоге там какие-то детальки чтобы это все быстрее создать их позиция ясно но с другой стороны конечно же для простого игрока очень обидно что у кого-то получается собрать пару меркав а у тебя не получается еще одну потому что ему везет тебе нет при том что ты даже играешь лучше это блин черт возьми реально обидно и из позиции игроков конечно же улитка в этом плане не права а следующая претензия такая вот крупная к улиточкам это то что после сборки трех техник ты не можешь собрать четвертую до улитка сказала что вот гарантированно если ты участвуешь в этом марафоне одну технику ты заработаешь но следующие техники уже по везению но никто не сказал что ограничение в три в три жетона да в три машины то есть после трех машин тебе уже не выпадает нужные детали не знаю сейчас там на форуме идет война но это особенно западные игроки на этот счет и возможно улитка даст возможность собирать четвертую технику а может быть уже дала к моменту выпуска этого видео но это неприятно уже прошло столько времени марафона были челики которые реально задротили потратили время впустую потому что им эти самые детали не выпадали и такое нужно уж точно уточнять во время анонс марафона чтобы это объяснить также немного опоздали улитки с выпуском официальной какой-то видео инструкции подробной как все это делать сам этот полигон до в котором объяснялось как выполнять эту акцию он вышел уже после старта марафона и многие блогеры уже делали самолично до отдельно неофициальные гайды ребята там группах разных делали тоже гайдики и мне кажется все же для большинства игроков для большинства танкистов давайте точним который играет в танки просто сборка вот этих всех запчастей и так далее это сложновато то есть мы все же не в красауте и нужна четкая была видео инструкция которая должна была выйти прямо вот она должна была появиться на официальных ресурсах медиа ресурсах улитки со стартом вот этой самой акции это было бы правильно но этого не произошло и челики какое-то время не знали чем делать с этими запчастями куда их девать вообще и на первый взгляд реально кажется что это худший марафон и улитка правду облажалась до частично так и есть вот чего только стоит недостаточная информированность до тех кто будет этим марафоном заниматься а помните обещание что за первое место тебе будет выпадать и дополнительный кейсик да так вот мы играли с мунлайтом первый день акции он по кд но мы старались чтобы он постоянно был первым на первом месте играли на американцах вылетали на болтах чтобы брать топ-1 и ему не выпадали эти кейсики вообще то есть баги были это что обещали до улитки она не совсем то и работала и много информации они не договорили то ли специально то ли тот кто выставляет вот эти новости и сам в этом не очень разобрался и не понял потому что улиток все же есть разные дела и согласитесь могло произойти и такое ну а сама техника хорошая она или плохая тут знаете на вкус и цвет единственное что меня вот немного засмущала мне не нравится когда выпускается вот такая техника до вне патча какого-то крупного то есть не можно было бы отнестись как-то более внимательно но она выходит с какими-то багами вот это новая вафля вундер вафля немецкая у нее неправильный вертикальный параллакс в рб то есть снаряд летит выше прицела должен вылетать посередине и в рб немного это смущает во время стрельбы это баг да это баг такого не должно быть в рб а одна из турелек на тигре 76 миллиметровые противовоздушные вот эти пушечки слева которая стоит она смотрит вверх автоматически то есть она не направлена на в одну линию она как бы немного отдельно от остальных то есть она не синхронизирована с остальными вот этими защитными орудиями это баг конечно это баг а давайте вспомним в прошлом марафоне вот эту же 190 фоку как пушки были пулеметы расставлены неправильно то есть пушки были с одного крыла пулеметы с другого хотя пулеметы должны быть в двигателе а пушки в крыльях вот такие моменты мелкие показывают то что кто-то не доработал кто-то не протестил кто-то не обратил внимание и это удручает ну как-то это не серьезно волну ты же не патч огромный вышел это всего там четыре танка можно же было дать какому-то альфа тестеры чтобы он там полетал поиграл на этом в рандоме за день до за день до появления этой техники у всех и можно было пойти какие-то мелкие баги исправить ведь это же не то что пропадает какая-то часть танка или еще что-то это всего лишь настроить там параллакс настроить пушки там ну мне кажется это чепуха но окей по поводу того насколько прям говно это акция или нет вообще-то не совсем все так если раньше да вот акции вам было действительно легче получить технику которая была анонсирована на марафон но теперь у вас есть шанс немного другой раньше не было биржи теперь же вы можете все это продавать вот лично я не собирал ни одну машину я просто весь хлам который мне выпадает я его продаю 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 и в итоге я играл мало за все эти за все эти дни можно было больше покатать я нафармил 30 гей коинов то есть при желании вы могли бы если вам не нужна эта техника до или вы не хотите сильно запариваться какие вы бы могли накопить себе на какой-то возможно пакет или там на голду то есть у вас есть возможность во время марафона не сильно забивая себе голову просто играя как вы играете каждый день нафармить на какую-то плюшку которая стоит денег то есть этой страны тоже выгода и многие люди которые не совсем понимают как работает биржа да вы теряете вот эту возможность получить халявные пакеты упарываясь в те же мерка вы эти самые акционные машины которые возможно вам и не нужны а вот какой-то прям супер и бы какой было когда-то к в 220 например да сейчас нету в этих марафонах техника выходит либо средняя либо выше среднего то есть какой-то прям реальной машины за которой хочется всем гнаться нет ни меркава не ничего из этого не является имбой и у них у каждой из этих машин есть определенные проблемы да в их эксплуатации в нашей игре поэтому прям гнаться за ними мне кажется не нужно но есть конечно же коллекционеры есть ребята которые любят на эксклюзиве катнуть вот первая мерка вообще за 1300 гей было продано а я напоминаю что деньги coin стоит у нас то есть он равносилен равноценен одному доллару то есть 1300 долларов кто-то купил чтобы одним из первых покатать этот танк ну есть есть и такие ребята видите то есть но простым игрокам которым возможно выгоднее будет получить там премиумный леопард сел 44 и выкачать леопарда 5 было бы выгоднее продать что-то да и купить вот эту вот эту технику то есть действительно марафон да может быть что-то не нравится мне тоже намного проще было выполнять марафоны 15-16 года до того как появились биржи вот это все складывать у меня есть четкие задания я выполняю получаю технику все отлично все довольны но с другой стороны теперь вам улитка дает возможность на за счет тех кто хочет тратить деньги на бирже получить совершенно другие какие-то машины которые стоят реальных денег и это тоже в принципе хорошо поэтому однозначно говорить что марафон вот прям не удался я бы не стал но и что он прошел вау все было классно техника вся крутая ну это тоже неправда техника далеко не самая лучшая и марафон тоже явно не на пятерочку а на троечку с плюсом может быть даже в натяжку организация уж точно страдает ну и наверное многие уже в курсе а те кто не в курсе сейчас все узнают в скором времени будет проведен новый youtube кап первая новость насчет этого события появилась в группе у затракса он или его подписчики нашли турнир с этим названием на киберспортивной площадке tss там можно было посмотреть даты проведения турнира это 6 8 мая можно было даже посмотреть состав одной из команд и в скором времени вот этот турнир был закрыт для посещения всех игроков то есть удален из тсс многие подумают что это улитка зафейлила и случайно открыла закрытый турнир для всеобщего обозрения но знаете улитки такие ребята они не дадут вот просто так эту информацию не очень хорошо умеют конспирироваться прятать эту инфу скрывать ее из них ее не выбить и скорее всего это была спланированная акция то есть они специально открыли этот турнир чтобы люди могли посмотреть и уже немножко подогрели этим интерес к событию до официального его анонса вообще прошлый youtube кап был грандиозным медиа и киберспортивным событием в тундре было вообще это все обыграно вокруг конфликта алконавтера и зиды и все мы любим срачи аудитория war thunder тоже любит срачи поэтому онлайн был просто грандиозным больше там на стриме сидела в общем больше 20 к если я не ошибаюсь там и на твиче на youtube вк все люди смотрели болели за своих любимых блогеров это было круто но и очень выгодно улитки потому что они за счет того что собрали аудиторию всех своих ютюберов и отправили смотреть свои стримы на своих каналах то есть они так себе медийку немного раскрутили хитрая такая вот тема от улиток и в этот раз что-то подобное тоже будет проведено будет турнир youtube кап 2 подобном формате единственное что в этот раз будет больше блогеров если прошлый раз участвовала только четверо это был торна это мэра зида и алконавтер ну и их друзья либо подписчики как это сделал торна это в этот раз будут уже мелкие мелкие даже каналы ну как мелкие для тундры 10 тысяч человек это не немало но в общем не только мастодонты не то ли не только мастера обзоров и алдых гайдодельство тундровского то есть будут более молодые каналы это круто то есть вы уже сможете болеть не только за старичка мэра там и зиду алконавтера если они опять же будут участвовать но и за своих любимых молодых за свежую кровь так сказать будут ли прям все блогеры вар тандера однозначно нет я сомневаюсь что там появятся какие-то каналы на 100 тысяч на 100 человек я сомневаюсь что даже все крупные блогеры там появится кому-то возможно это тактически невыгодно потому что опять же повторюсь самая выгодная страна страна которая получит максимум выгоды это улитка потому что они так себе раскручивают медийку явно будет самый основной онлайн и стримы будут только у них на каналах поэтому это выгодно очень самой улитки также это будет выгодно мелким каналам которые себе могут заявить менее выгода уже у крупных каналов которые и так по себе имеют неплохой рост на примеру каналу канавтера ему мне кажется этот youtube кап нахрен не нужен или там тому же кому-то крупному ютюберу да всем этим ребятам мне кажется наплевать но мелкие каналы заинтересованы но либо каналы которые переживают какой-то кризис которых все очень плохо с ростом даже крупный канал у нас такие есть то есть таким ребятам уже будет выгодно часть откажется потому что им стратегически невыгодно часть может отказаться потому что забоятся у нас мы будем откровенные далеко не все наши блогеры ютюберы играют даже на среднем уровне делать гайды по war thunder несложно за счет нарезок за счет ваншотов это все очень легко делается и на видео кажется что человек хорошо играет но на самом деле нас мне кажется половина как минимум играет на среднем уровне поэтому часть из них просто конечно же забоится многих нету никакого опыта турнирного и это надо еще себя как-то перебороть и быть готовым к поражению ну или к сражению но все равно мне кажется очень большой будет онлайн среди ютюберов много кто придет и многим это интересно особенно более мелким так что ждите официальных анонсов ну и я буду участвовать в этом турнире надеюсь будете болеть за меня и за мою команду которой я буду участвовать и последняя тема данного ролика совета филы для вас плохая новость ваши топовые танки опять нерфанули как можно нерфануть советов но очень просто это фугас фугаса уже забрали мощный сплэш и теперь у него забрали бронепробитие буквально недавно я вот еще месяц назад делал обзор на топовые совок т-80 у него было пробитие фугасом 47 миллиметров а вот буквально неделю назад пробитие поменялось и стала 42 то есть фугасы были так плюс минус рандомными теперь они еще не всегда пробивают возможно для аркады это хорошее решение было потому что в аркаде очень много совков и все они играют на фугасах но в рб при том что советская топовая техника далеко не самая лучшая если говорить о танках а самой лучшей техникой сейчас является леопард а 5 то нерфить именно советские танки было как там мне кажется странно единственное что сейчас им будет у советов это тунгуска которая не только защищает от имбовых вертолетов но и от самолетов то есть летки тоже никаких шансов нет но вообще небо пустое эти тунгуски но с ними ничего не сделать по крайней мере в рб и они полностью закрывают все небо сейчас это должно тебе очень повезти чтобы тунгуски не было очень много людей берут тунгуски вообще первым пиком у тебя нету никакого шанса заштурмить в какое время боя ты бы не вылетел поэтому возможно стоило понерфить именно тунгуску как-то ну или добавить другую технику аналогичную другим нациям хотя это убило плетку еще больше но явно не фугасы совкам то есть я не очень это мурат и мне кажется нужно было подумать как по-другому кого-то нерфить и точно не совки потому что они далеко сейчас не самое лучшее как кому бы не хотелось в это верить также накинули т-80 у дополнительный вес возможно обратно загрузили в танк мамку волкота даже не знаю что с ним произошло короче он еще и стал тяжелее и теперь он немножко медленнее короче немножко нерфят совков зачем не знаю я сомневаюсь что там очень высокий винрейт потому что самая лучшая нация опять же повторюсь далеко не совета сейчас на земле это немцы немцы самый лучший топ имеют это леопард а5 который танкует который дамажит который ехает который наводится у которого пушка не опускается 10 тысяч лет как это происходит у топовых совков короче как-то это все странно я против таких нерфов это явно не обоснованно насчет совков ну точно не совкам точно не этим танкам потому что они как я повторюсь далеко не самое лучше их возможно нужно было даже апнуть я имею ввиду не скорость поворот башни а скорость вертикальной наводки потому что она у них ну просто ужас ну а с вами был чсв надеюсь видос был интересен информативен ну и подписывайтесь на канал а также увидимся в следующем видео всем удачи и пока